здравствуйте друзья время от времени мне пишут в комментариях вопросы о актуальности моей инструкции по установке супервайзит home assistant на распил 64 из видеоурока сделанного в октябре 2022 года у кого-то не получается кто-то говорит о том что она устарела есть версия о том что распил 64 вообще убрали из списка поддерживаемых систем чтобы развеять эти слухи я решил снять процесс установки по шагам этой инструкции по состоянию на 18 июня 2023 года в данном случае я поменял местами два сервера на разбери 5 4b тестовый и резервный так что по факту все эти шаги я проделал дважды видео показал установку и восстановление из backup своего резервного сервера управления умным домом сначала подключаю ssd диск сервера к своему ноутбуку и запускаю raspberry pi imager операционная система raspberry pi os lite 64 разряда легкий вариант без рабочего стола выбор носителя тут включаем доступ по ssh указываем учетные данные системного пользователя запускаем запись процесс занимает две-три минуты чтобы вы не ждали такие моменты я буду ускорять после завершения верификации можно отключать одноплатник от компьютера устанавливать его на место и подключить к нему сетевой кабель и питание ждем несколько минут пока проходит первый запуск системы и затем смотрим карте сети роутера какой адрес присваивается серверу моем случае 192 168 0 220 пока будем использовать его качестве ssh клиента я использую party указываю адрес сервера и подключаюсь к ним для входа использую учетные данные которые задал на этапе установки далее будем идти просто по шагам инструкции переход в режим суперпользователя вставка в консоль правой клавишей мышки обновление списка пакетов обновление самих пакетов обновление прошивки самого разборе 5 4b следующий шаг установка необходимых для работы пакетов запуск network manager локализация выбор языка системы установка часового пояса это важный пункт который некоторые зачем-то пропускают добавляем запись именно в конец строки а не начинаем с новой можно перезагрузить систему ждем минуту-две загрузки и затем продолжаем этот шаг только для владельцев корпусов argon one это скрипт управления вентилятором сначала качаем и устанавливаем скрипт затем настройка я выбираю ручной вариант в котором указываю при достижении какой температуры с какой скоростью в процентах от максимума вращаться вентилятору перезагрузку отдел перед установкой скрипта так что пропускаю далее ставим докер добавляем системного пользователя в его группу теперь загружаем последнюю версию ос агент проверяем файл на месте устанавливаем выбор платформы адрес веб-интерфейса первые несколько минут тут еще ничего нет надо подождать затем появляется парковочная страница значит все прошло правильно ждем установки системы на этом этапе можно указать файл бэкапа чтобы восстановить без лишних настроек у меня они находятся на google диск и указываю самый актуальный файл загружается на сервер выбираем полную резервную копию восстанавливаем этот процесс самый длительный у меня он занимает примерно полчаса но может и больше после восстановления из бэкапа может возникнуть такая ситуация дополнение установлены но выглядят остановленными хотя по факту могут и работать для исправления нужно перезапустить хост кстати тут видно что нет ошибок и предупреждений о неподдерживаемой системе установка чистая перезагружаемся последний пункт моей инструкции это как раз кнопка вызова панели хас все системной информации теперь все запущено все работает как следует моей рабочей системе а это именно рабочий резервный сервер работают по два zigbee tom qtt проверяем оба устройство есть данные обновляются ставлю свою стандартную темную тему она после восстановления из бэкапа не включилась почти закончили кое-что еще не подтянулась посмотрим некоторые моменты такие как адаптер bluetooth связаны с тем что это физически другой одноплатник я поменял их местами с тестовыми bluetooth добавляю что-то разово надо перезапустить и тут тоже становится все в порядке список zigbee устройств тут тоже уже все работает важный момент вернуть старые пи адрес это кстати надо было сделать сразу теперь можно переподключиться на него опять небольшой беспорядок в устройствах из-за смены адреса сервера но это все исправится само за несколько минут ничего делать не надо только подождать все сервер полностью рабочий все восстановлено на сто процентов все устройства доступны автоматизация активны ошибок и предупреждений о неподдерживаемой системе нет и так как видите по состоянию на 18 июня 2023 года моя инструкция сделанная в октябре 2022 полностью актуальна некоторые моменты например версию ос агент я обновляю по мере их выхода остальное осталось неизменным на этом все надеюсь что видео было вам полезно интересно буду благодарен за ваши лайки это поможет другим людям найти это видео если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании вы найдете все необходимые ссылки на текстовые файлы обзоры упомянутые соответствующие этой теме а также мой телеграм-канал страницу фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира